Адуванчик, Адуванчик, ты один такой обманщик, Ток желтый и душистый, Ток кудрявый и пушистый, Ток кудрявый и пушистый. Адуванчик мы все полюбили еще в раннем детстве. Одни плели из него венки, другие дули и загадывали желания, ну а мальчишки, конечно же, поджигали прозрачный пушок. Удивительно, но факт. С самых древних времен Адуванчик использовался в пищу народами с многих континентов. Первооткрыватели его пищевых свойств – китайцы. Из листьев Адуванчика можно приготовить салаты или супы. Вот самый простой рецепт салата из Адуванчиков. Молодые листья Адуванчиков положить в холодную воду на 30 минут, чтобы избавиться от горького сока. Мелко нарезать листья Адуванчиков, а также зелень чеснока и укропа. Яйца сварить и нарезать кружочками. Осторожно перемешать нарезанную зелень и яйца, посолить по вкусу, отжать сок лимона и смешать его с маслом и молотым перцем. Этой смесью полить салат из Адуванчиков. В переводе с латыни название Адуванчика звучит как «лекарственный», и это название вполне оправдывает себя. Как сырье используется корень Адуванчика. Вот я вам показываю его. Он применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и желчеводящих путей. Отвар из корня Адуванчика помогает перевариванию пищи и применяется при отсутствии аппетита. У взрослых и у детей с 12 лет. Из поджаренных корней делают напиток, который может служить суррогатом кофе. Во время Второй мировой войны именно такой напиток заменял немцам кофе. А еще Адуванчик обладает хорошим косметическим эффектом. Установлено, что маска из свежих листьев такого растения не только питает, но также увлажняет и даже омолаживает кожу. Из Адуванчиков варят варенье, готовят вино, а из раскрывшихся бутонов делают Адуванчиковый мед. Мед из Адуванчиков полезен при лечении многих заболеваний. Он обладает чудесными свойствами повышения иммунитета. Мы привыкли называть Адуванчик Адуванчиком. Между тем Даль привел форму без уменьшительно-ласкательного суффикса. Просто Адуван. Несмотря на свой скромный внешний вид, Адуванчик не может не радовать нас, а его целебные свойства заставляют взглянуть на него другими глазами. Татьяна дежурная по рубрике.